Да, здравствуйте коллеги. Площадь перед администрацией городского округа Красногорска. За моей спиной более 150 ведер с самой что ни на есть ледяной водой. На улице минус 15, но здесь присутствует более 100 желающих облиться ей и поучаствовать тем самым в акции «Быть здоровым». Это модно от спортивно-патриотического клуба «Ярополк», который базируется в Красногорске. Ну и конечно для себя, для здоровья. Эти люди сейчас находятся в актовом зале администрации, где идет подготовка. Она очень тщательно продумывается. Каждая мелочь, у каждого на руке пишут номер в ряде, где он будет стоять. Также у меня сейчас есть номер, потому что ваш покорный слуга намерен поучаствовать в этой акции. Посмотрим, насколько модными и здоровыми мы будем после обливания. До него еще целый час. Может кто-нибудь и передумает. А пока здесь начинаются конкурсы, выступления «Чирлидерш». Группа поддержки спортивно-патриотического клуба «Ярополк» сейчас будет подбатривать смельчаков. Также здесь есть полевая кухня, чай, каша. Это подарок от казачества городского округа Красногорск. Все празднуют 23 февраля, День защитника Отечества. Мы пообщались с самыми молодыми защитниками Отечества. Я предлагаю послушать. Когда я был в кадетском корпусе два года назад, я там три года служил, нас окунали прямо в снег, вот так вот, голышом. Я решил принять участие по воде. Сам занимаюсь карате, пока что оранжевый пояс. Сдаю на зеленый. Большинство участников акции – это, конечно, спортсмены, члены самого клуба «Ярополк» и их тренеры, духовные наставники, но также и обычные люди, которые увидели объявление в интернете и пришли поучаствовать. Я предлагаю послушать заявление одного из организаторов. Все дети от мала до велика, все обливаются холодной водой, ледяной, со льдом. Это показывает силы, духа нашего русского. Коллеги, буду стоять в третьем ряду, под первым номером. Пожелайте мне удачи, и я передаю слов. Продолжение следует...